Девушки отдыхают И она приняла предложение мелкого чиновника Министерства народного просвещения. Не имея средств на туалеты, она одевалась просто, но чувствовала себя несчастной, как пария, ибо для женщин нет ни касты, ни породы. Красота, грация и обаяние заменяют им права рождения и фамильные привилегии. Свойственный им такт, гибкость ума, тонкий вкус – вот их единственная иерархия, равняющая дочерей народа с самыми знатными дамами. Она страдала непрестанно, так как чувствовала себя рожденной для изящной жизни, для самой утонченной роскоши. Она страдала от бедности своего жилья, от убожества голых стен, просиженных стульев, полинявших занавесок. Все то, чего даже не заметила бы другая женщина ее круга, мучила ее и возмущала. Один вид маленькой бретонки, которая вела их скромное хозяйство, рождал в ней горькие сожаления и несбыточные мечты. Ей снилась немая тишина приемных, задрапированных восточными тканями, освещенных высокими канделябрами старой бронзы, величественные лакеи в шелковых чулках, задремавшие на мягких креслах от расслабляющей жары колориферов. Ей снились затянутые старинным штофом просторные салоны, где тонкой работы столики уставлены неслыханной цены безделушками, кокетливые, раздушенные гостиные, где в пять часов принимают самых интимных друзей мужчин, прославленных и блестящих людей, внимание которых льстит каждой женщине. Когда она садилась обедать за круглый стол, покрытый трехдневной свежестью скатертью, напротив мужа, и он, снимая крышку суповой миски, объявлял радостно, «А, суп с капустой! Ничего не может быть лучше!» Она мечтала о тонких обедах, о сверкающем серебре, о гобеленах, населяющих стены героями древности и сказочными птицами в чаще феерического леса. Мечтала об изысканных явствах, подаваемых на тонком фарфоре, о любезностях, которые шепчут на ухо и выслушивают загадочной улыбкой, трогая вилкой розовое мясо форели или крылышко рябчика. У нее не было ни туалетов, ни драгоценностей, ничего ровного. Она только это и любила. Она чувствовала, что для этого создана. Ей всегда так хотелось нравиться, быть обольстительной и иметь успех в обществе. Хотелось, чтобы другие женщины ей завидовали. У нее была богатая подруга, с которой они вместе воспитывались в монастыре. И каждый раз, возвращаясь от этой подруги, она так страдала, что давала себе слово не ездить туда больше. Целые дни напролет она плакала от горя, от жалости к себе, от тоски и отчаяния. Однажды вечером ее муж вернулся домой с торжествующим видом и подал ей большой конверт. «Вот, возьми», – сказал он. «Это тебе сюрприз». Она быстро разорвала конверт и вытащила из него карточку, на которой было напечатано. «Министр народного просвещения и госпожа Жорж Рампоно просят господина и госпожу Луазель пожаловать на вечер в министерстве в понедельник 18 января». Вместо того, чтобы прийти в восторг, как ожидал ее муж, она с досадой швырнула приглашение на стол. «На что она мне? Скажи, пожалуйста». «Как же так, дорогая моя! Я думал, ты будешь очень довольна. Ты нигде не бываешь, а это прекрасный случай, прекрасный. Я с большим трудом достал приглашение. Всем хочется туда попасть, а приглашают далеко не всех. Мелким чиновникам не очень-то дают билеты. «Ты там увидишь весь официальный мир!» Она сердито посмотрела на мужа и сказала с раздражением, «А в чем я туда поеду? Мне надеть нечего». Ему это и в голову не приходило. Он пробормотал, «Да в том платье, что ты надеваешь в театр. Оно, по-моему, очень приличное». Тут он увидел, что жена плачет, и замолчал, растерянный и огорченный. Две крупных слезы медленно скатывались от уголков ее глаз к уголкам рта. Он произнес, заикаясь, «Что с тобой? Ну что?» Сделав над собой усилие, она подавила свое горе и ответила спокойным голосом, вытирая мокрые щеки. «Ничего. Только у меня нет туалета, и, значит, я не могу ехать на этот вечер. Отдай свой билет кому-нибудь из сослуживцев, у кого жена одевается лучше меня». В отчаянии он начал уговаривать ее, «Послушай, Матильда, ну сколько это будет стоить приличное платье? Такое, чтобы можно было надеть и в другой раз. Ну что-нибудь совсем простое». Она помолчала с минуту, мысленно подсчитывая расходы и соображая, сколько можно попросить, чтобы экономный супруг не ахнул в испуге и не отказал ей наотрез. «Наконец она ответила за пинкой. Точно не знаю, но, по-моему, четырехсот франков мне хватило бы». Он слегка побледнел. Как раз такая сумма была отложена у него на покупку ружья, чтобы ездить будущим летом на охоту в окрестностях Налтера с компанией приятелей, которые каждое воскресенье отправлялись туда стрелять жаворонков. Однако он ответил, «Хорошо, я тебе дам четыреста франков. Только постарайся, чтобы платье было нарядное». Приближался день бала, а госпожа Луазель не находила себе места. Грустила, беспокоилась, хотя платье было уже готово. Как-то вечером муж заметил ей, «Послушай, что с тобой? Ты все эти дни какая-то странная». Она ответила, «Мне досадно, что у меня ничего нет, ни одной вещицы, ни одного камня. Ну, нечем оживить платье. У меня будет жалкий вид. Лучше уж совсем не ездить на этот вечер». Он возразил, «Ты приколишь живые цветы. Зимой это считается даже элегантным. А за десять франков можно купить две-три великолепных розы». Она не сдавалась. «Нет, не хочу. Это такое унижение выглядеть нищенкой среди богатых женщин». Но тут муж нашелся. «Какая же ты дурочка! Поезжай к твоей приятельнице, госпожи Форости, и попроси, чтобы она одолжила тебе что-нибудь из драгоценностей. Для этого ты с ней достаточно близка». Она вскрикнула от радости. «Верно! Я об этом не подумала». На следующий день она отправилась к госпоже Форости и рассказала ей свое горе. Так подошла к зеркальному шкафу, достала большую шкатулку, принесла ее, открыла и сказала госпожей луазель, «Выбирай, дорогая». Она увидела сначала браслеты, потом жемчуга, потом золотой с камнями крест чудесной венецианской работы. Она примеряла драгоценности перед зеркалом, колебалась, не в силах расстаться с ними, отдать их обратно, и все спрашивала, «А у тебя больше ничего нет?» «Конечно, есть. Поищи. Я же не знаю, что тебе может понравиться». Вдруг ей попалось великолепное бриллиантовое жерелье в черном атласном футляре, и сердце ее забилось от безумного желания. Она схватила его дрожащими руками, примерила прямо на платье с высоким воротом и замерла перед зеркалом в восхищении. Потом спросила нерешительно и боязливо, «Можешь ты мне дать вот это, только это?» «Да, конечно, могу». Госпожа Луазель бросилась на шею подруги, горячо ее поцеловала и убежала со своим сокровищем. Настал день бала. Госпожа Луазель имела большой успех. Изящная, грациозная, веселая, словно опьяневшая от радости, она была красивее всех. Все мужчины на нее смотрели, спрашивали, кто она такая, добивались чести быть ей представленными. Все чиновники особых поручений желали вальсировать только с ней. Сам министр ее заметил. Она танцевала с увлечением, со страстью, теряя голову от радости, не думая ни о чем, упиваясь триумфом своей красоты, фимиамом успеха, окутанная словно облаком счастья всем этим поклонением, всеми желаниями, пробужденными ею, торжествуя полную победу, всегда сладостную для женского сердца. Они ушли только в четыре часа утра. Муж с полуночи дремал в маленьком, почти пустом салоне в обществе трех других чиновников, жены которых очень веселились. Он набросил ей на плечи накидку, скромное будничное одеяние, убожество которого не вязалось с изяществом бального туалета. Она это чувствовала, и ей хотелось убежать, чтобы ее не заметили другие женщины, кутавшие плечи в пышные меха. Луазель удержал ее. Да погоди же, ты простудишься на улице, я поищу фиакр. Не слушая его, она бежала вниз по лестнице. Когда они вышли на улицу, фиакр поблизости не оказалось, и они отправились на поиски, окликая всех извозчиков, проезжавших поодаль. Они спустились к реке, прозябнув и уже ни на что не надеясь. Наконец, на набережной им повстречался дряхлый экипаж ночного извозчика, какие в Париже показываются только ночью, словно среди дня они стыдятся своего убожества. он привез их домой, на улицу Мортир, и они молча поднялись к себе. Для нее все было кончено. А он думал о том, что десяти часам ему надо быть в министерстве. она снимала накидку перед зеркалом, чтобы еще раз увидеть себя во всем блеске. И вдруг вскрикнула. А жерелья не было у нее на шее. Муж уже полураздетый спросил, что с тобой такое? Со мною? Со мною? У меня у меня пропало ожерелье госпожи Форосеи. Он растерянно вскочил с места. Как? Что такое? Не может быть. Они стали искать в складках платья, в складках накидки, в карманах, везде. И ничего не нашли. Он спросил, ты помнишь, что оно у тебя было, когда мы уходили с балом? Да, я его трогала в вестибюле министерства. Но если бы ты его потеряла на улице, мы бы услышали, как оно упало. Значит, оно в якоре? Да, скорее всего. Ты записал номер? Нет. А ты тоже не посмотрела? Нет. Они долго смотрели друг на друга, убитые горем. Потом львозель оделся. Пойду, сказал он, проделаю весь путь, который мы прошли пешком. Посмотрю, не найдется ли ожерелье. И он вышел. Она так и осталась в больном платье. Не в силах лечь. Так и застыла на месте, словно мертвая, не зажигая огня. Муж вернулся к семи часам утра. Он ничего не нашел. Затем он побывал в полицейской префектуре, в редакциях газет, где дал объявление пропажи на извозчащих стоянках, словом, всюду, куда его толкала надежда. Она ждала весь день, все в том же отупении, перед страшным несчастьем, которое над ними стряслось. Глазель вернулся вечером, бледный, осунувшийся. Ему не удалось ничего узнать. Надо написать твоей приятельнице, сказал он, что ты сломала замочек и отдала его исправить. Этим мы выиграем время, чтобы как-нибудь извернуться. Она написала письмо под его диктовку. К концу недели они потеряли всякую надежду. Иллазель, постаревший лет на пить, объявил, надо возместить эту потерю. На следующий день, захватив с собой футляр, они отправились к ювелиру, фамилия которого стояла на крышке. Тот порылся в книгах. Это ожерелье, сударыня, купленное не у меня. Я продал только футляр. Тогда они стали ходить от ювелира к ювелиру в поисках точно такого же ожерелья. Оба еле живые от горя и тревоги. В одном магазине поля рояля они нашли колье, которое им показалось точь в точь таким, какое они искали. оно стоило сорок тысяч франков. Им его уступали за тридцать шесть тысяч. Они попросили ювелира не продавать это ожерелье в течение трёх дней и поставили условием, что его примут обратно за тридцать четыре тысячи франков, если первое ожерелье будет найдено до конца февраля. У луазеля было всего восемнадцать тысяч франков, которые оставил ему отец. Остальное он решил занять. И он стал занимать деньги, выпрашивая тысячу франков у одного, пятьсот у другого, сто франков здесь, пятьдесят франков там. Он давал расписки, брал на себя разорительные обязательства, познакомился с ростовщиками, со всякого рода взаимодавцами. Он закабалился до конца жизни, ставил свою подпись на векселях, не зная даже, сумеет ли он выпутаться. И подавленный грядущими заботами, чёрной нуждой, которая надвигалась на него, перспективой физических лишений и нравственных мук, поехал за новым ожерельем и выложил торговцу на прилавок тридцать шесть тысяч. Когда госпожа Луазель отнесла ожерелье госпоже Форрести, та сказала ей недовольным тоном, что же ты держала его так долго? Оно могло понадобиться мне. Она даже не раскрыла футляр, чего так боялась её подруга. Что она подумала бы? Что сказала бы, если бы заметила подмену? Может быть, сочла бы её за воровку? Госпожа Луазель узнала страшную жизнь бедняков. Впрочем, она сразу же героически примирилась со своей судьбой. Нужно выплатить этот ужасный долг, и она его выплатит. Рассчитали прислугу, переменили квартиру, наняли мансарду под самой крышей. Она узнала тяжёлый домашний труд, ненавистную кухонную возню. Она мыла посуду, ломая розовые ногти, обжирные горшки и кастрюли. Она стирала бельё, рубашки, полотенца, потом развешивала их на верёвке. Каждое утро выносила на улицу сорт, таскала воду, останавливаясь передохнуть на каждой площадке. Одетая, как женщина из простонародья, с корзинкой на руке, она ходила по лавкам в булочную, в мясную, в овощную, торговалась, бронилась лавочниками, отстаивала каждое су из своих нищенских средств. Каждый месяц надо было платить по одним векселям, возобновлять другие, выпрашивать отстрочку по третьим. Муж работал вечерами, подводя баланс для одного коммерсанта, а иногда ночей не спал, переписывая рукописи по пяти су за страницу. И такая жизнь продолжалась десять лет. Через десять лет они всё выплатили, решительно, всё, даже грабительский рост, даже накопившиеся сложные проценты. Госпожа львозель сильно постарела. Она стала шире в плечах, жёстче, грубее, стала такую, какими бывают хозяйки в бедных семьях. Она ходила растрёпанной, съехавшей на сторону юбки, с красными руками, говорила громким голосом, сама мыла полы горячей водой. Но иногда в те часы, когда муж бывал на службе, она садилась к окну и вспоминала тот бал, тот вечер, когда она имела такой успех и была так обворожительна. Что было бы, если бы она не потеряла ожерелье? Кто знает, как изменчива и капризна жизнь, как мало нужно для того, чтобы спасти или погубить человека. Как-то в воскресенье выйдя прогуляться по Елисейским полям, чтобы отдохнуть от трудов целые недели, она вдруг увидела женщину, которая вела за руку ребёнка. Ах, это была госпожа Фуррестье, всё такая же молодая, такая же красивая, такая же очаровательная. Госпожа львозель взволновалась. Заговорить с ней? Конечно, да. Теперь, когда она выплатила долг, можно всё рассказать. Почему бы нет? Она подошла ближе. Здравствуй, Жанна. Но, сударыня, я не знаю, вы верно ошиблись? Нет. Я Матильда, львозель. Её приятельница ахнула. бедная моя Матильда, как ты изменилась. Да, мне пришлось пережить трудное время с тех пор, как мы с тобой расстались. Я много видела нужды. И всё из-за тебя. Из-за меня? Каким образом? помнишь, что бриллиантовое ожерелье, что ты дала мне надеть на бал в министерстве? Помню. Ну и что же? Так вот, я его потеряла. Как? Ты же мне вернула его. Я вернула другое, точно такое же. И вот уже десять лет, как мы за него выплачиваем долг. Ты понимаешь, как нам трудно пришлось? У нас ничего не было. Ну, теперь с этим покончено. И сказать нельзя, как я этому рада. Госпожа Форести остановилась, как вкопанная. Ты говоришь, вы купили новое ожерелье взамен моего? Да. А ты так ничего и не заметила? Они были очень похожи. И она улыбнулась торжествующе и простодушно. Госпожа Форести в волнении схватила её руки. О, бедная моя Матильда! Ведь мои бриллианты были фальшивые. Они стоили самое больше пятьсот франков.